Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья, дорогие сёстры. Сегодня я хочу рассказать о должностях, о постах, которые многие из нас занимают. Будь это самый высокий пост, будь это другие государственные посты. Как мусульманин должен относиться к такому положению в обществе? Ислам нас учит, воспитывает нас. Мухаммад, саллиллаху алейкум ва салям, наш посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, воспитывает в духе высокой, высочайшей ответственности за должности. Должность — это что? Это значит ответственность, это значит задачи, которые стоят перед тем или иным чиновником, от решений которых будут зависеть судьбы людей, будут зависеть благополучие, злополучие, здоровье и многое другое в этом обществе. То есть это те люди, от поведения, от деятельности которых зависит во многом положение в обществе. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, назначал своих сподвижников на те или иные ответственные посты, один из сподвижников напросился, подошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, и сказал ему, не воспользуетесь ли вы мною, то есть не назначите ли вы меня на какой-нибудь пост. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, ему это не понравилось, потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, заметил, что этот сподвижник в этот момент не осознает в полной мере ответственности за тот пост, за то положение, к которому он стремится. И посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва салям, сказал, «Иннака дайф, ва иннаха амана, ва иннаха явмал киямати хизиун ва надама». Он ему сказал, ты слаб, а пост и должность — это амана, это доверие, это вверенное в первую очередь Всевышним Аллахом и вверенное в вторую очередь обществом. Это доверие, сказал посланник Аллаха, а в судный день — это печаль и убыток, и унижение. Поэтому те люди, которые стремятся к каким-то постам, должностям, не должны забывать об этой высокой ответственности. И поэтому на должности нельзя смотреть, как на источник улучшения благосостояния личной и своей семьи. Потому что человек, который занимает тот или иной пост, от которого зависит решение общественных дел, в первую очередь он несет ответственность перед Всевышним Аллахом, не перед высшестоящим начальником. И ответственность очень большая. С него будет спрос за, в первую очередь, за справедливость, за честность, за преследование интересов общества, а не личного интереса в своей деятельности. С него будет спрос за использование своего положения, своего служебного положения в корыстных целях. Здесь, в этом дуне, можно как-нибудь избежать участия, нарушения, преступления, но от кары Всевышнего Аллаха никогда не отвертеться. И в судный день нельзя будет найти человека, которому можно предложить взятку. Нельзя будет найти ходатая, который бы сказал за тебя словечко высшестоящему начальнику, чтобы смягчили твое положение. Спрос будет перед Всевышним Аллахом. За каждую твою позицию, за каждое твое действие, находясь на высокопоставленной должности. Этому свидетельствует хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма. Посланник Аллаха говорит, «Ма мин абди не астараи гилля аху ра'иятан». Какого бы раба Всевышний Аллах не назначил бы на ответственную должность, кому бы не поручил дела общественные, «Я муту, яума я муту, ва хуа гашун ли ра'иятихи». И этот раб умирает в тот день, когда он умирает, будучи несправедливым, будучи обманувшим, предавшим интересы своих подопечных, «Илля харрам Аллаху алейхи-джанна», кроме как Всевышний, сделает этому рабу запретным его рай. Поэтому, дорогие братья, прежде чем устремиться к должностям, к министерским портфелям и так далее, подумайте о том, способны ли вы нести эту ответственность? Не слабы ли вы, как тот сподвижник, о котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи-джанна, сказал, «Ты слаб». А занимать подобные посты и должности могут только те, которые обладают той силой, о которой посланник Аллаха, саллиллаху алейхи-джанна, которую подразумевает, сила нравственности. Да поможет Всевышний Аллах всем нести свою ответственность достойным образом и не оказаться в числе тех, которые потерпят убыток в судный день. Ас-Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ас-Саламу алейкум ва баракатуху алейкум ва баракатуху алейкум ва баракатуху. Ас-Саламу алейкум ва баракатуху алейкум ва баракатуху.